Несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации, в Молдове очереди из желающих сдать тест на коронавирус не уменьшаются. Чтобы выехать за рубеж на курорт или к родственникам, большинство граждан предпочитают сдавать именно ПЦР-тесты. И при этом люди сетут, что анализ слишком дорогой. Другие вынуждены отправляться в медучреждения за тестами, поскольку даже с обеими дозами прививки от коронавируса во многие страны молдаван пока без отрицательного теста на COVID-19 не пускают. Граждане продолжают простаивать в очередях перед лабораториями, чтобы сдать тест на наличие коронавируса. И это несмотря на то, что многие из них уже получили обе дозы прививки. Одни спешат на отдых, другие хотят уехать к родственникам или друзьям за рубеж. Люди, с которыми мы побеседовали у одной из столичных лабораторий, посетовали, что молдавские справки о получении прививки пока в большинстве стран не признают. Нашлись в очереди и желающие сделать тест, чтобы быть уверенными, что без проблем пройдут таможенный контроль. Меня провакцинировали. Уже прошло больше двух недель после введения второй дозы. Хочу уехать к своей сестре в Германию. Компания Визер все же требует отрицательный ПЦР-тест, несмотря на то, что я привилась. Чтобы не иметь проблем в аэропорту, я решила сделать тест и себе, и ребенку. Постоянно меняется информация. В центрах вакцинации, в лабораториях не отвечают на звонки. На таможнях тоже. У вас есть и вторая доза прививки или только первая? Только одна. Но дело в том, что на одном пропускном пункте можно въехать только с одной дозой, на другом только после обеих. Никакой достоверной информации. Помимо того, что в очередях люди теряют несколько часов, граждане возмущены высокой стоимостью лабораторного анализа. Семьям с детьми, чтобы выехать за рубеж, нужно немало потратиться только на тесты. За границей этот тест я прошел за две минуты. Плюнул в пробирку, туда налили раствор, выдали мне справку бесплатно и все. А здесь, сколько вы уже ждете? Где-то час. Дважды тратятся, да. Потому что в Евросоюзе бесплатно делают тест. Это дополнительные расходы. За билет я заплатила 50 евро. За прививку 40. У меня и антитела, и обе дозы прививки. Как нам поведали представители медучреждения, когда такие страны, как Турция или Украина, начали пускать граждан с отрицательным результатом рапид-теста и ПЦР-анализа, на обе процедуры спрос повысился. Все же, чтобы избежать неприятностей при пересечении границы, многие предпочитают делать именно лабораторный ПЦР-тест на коронавирус. И в последнее время все больше граждан приходят в клинику с детьми. Иногда приходят, чтобы сделать только детям тесты, потому что у взрослых есть обе дозы прививки. Мы можем сказать, что спрос на тесты даже немного упал, поскольку растет число привитых граждан. Нужно учитывать и то, что некоторые прививались за рубежом. Молдавское внешнеполитическое ведомство продолжает переговоры по поводу признания молдавских сертификатов о вакцинации от коронавируса и другими государствами. МИДЕИ призывает всех граждан, прежде чем отправляться за рубеж, внимательно ознакомиться с действующими правилами въезда в другие страны.